Доброе утро, мои дорогие! Ой, сколько дней! Лило, лило, лило! Я даже снимать вот не могу в такую погоду. Наконец-то, солнышко! Господи! Ой, красота! Ржавенькие зацвели. И показать-то вам нечего. Зизип свисит вот этот уже. Вон его сколько. Видно, он, наверное, много. А толку-то он ватный, неприятный. Ну вот остались еще кое-какие гранатики. Ну, что-то я... Я думаю, что они не дозревшие. Каночки еще цветут, остаточки. Ну, все такое. Гранатов-то много еще вон висит. Надо лестницу притащить, снять их, посмотреть. Не знаю, вот которые недозрелые. Я на них водку настаивала. На зернышках на этих. Вот. И ко мне приезжали гости. Очень хвалили. Понравилось. Ну, так что, наверное, сниму и то же самое сделаю. Вот. Ну, хоть я не снимала, но дела делала. Отправила я посылки. Саша в Питер. Костя с мальчишками в Мурманск. К Саше уехали украшения в магазин. Гранаты с орехами. Ну, и Костя с мальчишками тоже гранаты с орехами поехали. Вот. И, наконец-то, отправила Марине. Подруги своей Казан, который они забыли. Вот. А сегодня у меня задача отправить девочкам украшения. Так что сейчас займусь упаковкой. А, да, еще я доделала Ларисе с Татьяной много украшений. Вот заказ у меня был. Тоже надо снять, вам показать. Так что дел хватает, мои дорогие. На улице прям холодно. Вот в штанах, в флисовой кофте прохладненько чувствуется. Не показываюсь, потому что я вся обросла. Вчера даже разговаривала с Сережей, с Марининым мужем, по видео. Он говорит, слушай, ты как обросла-то. Я говорю, да, надо постригаться. Я не могу ходить такая. Мне ужасно не нравится это. Так что дел хватает, мои дорогие. Ну что, пойду пить кофе. Просыпаться. Добраться за дела. Девочки, у меня так проблема с контактом. Не могу я туда зайти. Вроде бы все наладилось. Вот должна была мне написать девушка одна ВКонтакте. Я не могу туда зайти. Не могу. Так что огромная просьба. Напишите мне смс-ку, что ли, пришлите на телефон. Потому что раз у вас нет ватсапа и вайбера, я... Ну не могу я никак увидеть ваше сообщение. Бар открылся с бильярдом. Водоли от жен. Я думаю, что-то закрыто. Какую-то калитку сделали. А тут вон что. И алкомаркет. Листья кругом падают, падают. Вон ребята отдыхают. Вон там еще парочка. Ой, клумбы, смотрите, какие скромные стали. Дворец культуры закрыли. На ремонт, видимо. Ветер листово гоняет. Шелест стоит. А я на почту приехала. Ой, что хотела сказать, девочки, забываю. Если кто-то переводит мне деньги, пишите, пожалуйста. Потому что я вот смотрю, у меня прибавилось две тысячи рублей. И не могу найти, кто что, где. У меня не такие вклады на карте, чтобы я этого не замечала. Я это замечаю сразу. Ну, сами подумайте, если вчера было две тысячи рублей, а сегодня четыре. Ну. Не сами же они прибежали. Сколько листьев нападало. Так, вот отправила в Красноярский край Ольге в Минусинск. И Воле тоже с замечательной фамилией Воробей. Я вот её читаю или пишу и сразу улыбаюсь. Так, пока две девочки отправила, с остальными ещё не разобрались. Сейчас попробую разобраться сегодня с контактом с помощью Саши. Попозже кричула тогда. Ну, если разберёмся, то завтра ещё отправлю. отправлю. Пока пойду пройдусь. Вот всё, что-то строится, строится, магазины новые открываются. Но в магазинах одно и то же практически. не знаю, вот и поезда ходят. Я думала, что будет разнообразие продуктов, как в России. А что-то никак. сейчас пойду зайду в яблоко. Давно там не была. Ну что, зашла в яблоко. Показываю. Так, макароны спиральки из амарантовой муки. Не содержит глютен. Я теперь как диабетик вот пытаюсь как-то правильно питаться. И вы знаете, оказалось, что мне очень не хватает сладкого. Купила три мандаринки. Я очень их люблю, но не беру по многу, потому что у меня высокая кислотность, для меня всё кислое. И когда нахожу мандарины прям сладкие, для меня это счастье. Вот попробуем. Так. салфетки у меня кончились. Влажные. Сметана. И вообще, вот представляете, я никогда не любила сладкое. Я единственное, что сладкое, это пила сладкий чай и сладкий кофе. А теперь мне так хочется сладкого. Вот прям мучение для меня. Если ладно, я там могу от чего-то там, без чего-то обойтись, стало больше есть овощей, но сладкого хочу, не могу. Вот купила финики. Надо посмотреть в интернете, можно мне финики, нет. Фрукт тоже купила. Ну, говорят, что она ещё вреднее, чем сахар. Ну, не знаю. всё равно прям печень трески купила, мурманскую. Я её очень люблю, ну, не так, чтобы прям банку съесть, но так, говяжью печень купила, изюм. И купила. Это тоже, короче, на фруктозе. Чемюшки такие. Яблоко много всего для диабетика. вот буду теперь всё пробовать. А тут тут так захотелось макарон. Чего я купила эти макароны? Вот когда чего-то нельзя, так хочется, ну, просто вот хоть вешайся, правда. Эти макароны-то я, в общем, особенно как-то вот картошки очень хочу. потому что я люблю картошку. То, что рис нельзя, ну, я к рису равнодушна. Ну, в общем, короче, прям не жизнь, а мучение. Ничего нельзя. Хоть одну воду пей. И вы знаете, до чего доходит? Я приехала вот как-то тут из магазина, а у меня в пакете лежат конфеты. Это, то есть, я машинально их взяла и положила в пакете, ну, в эту самую сумку. И на кассе не заметила этого. Вот так хочется сладкого. Гляньте, как оползет черная сантиметров десять. Я думала, уже все спят. ой, шоу. Вот такой у нас натюрморт. Слушайте, он прям так полюбил эти орехи и поиграет, и поспит на них. Пол-то теплый. Я их почему положила на пол, потому что что, в дожде снимала, они мокрые, все это было, и орехи там мокрые. И вот он греется, лежит. И господи, зверушка-то с ушками. Так любит тепло, и так любит есть, куда а в него влезает. Ой. у господи, Продолжение следует...